Такой мини-фильм прислал на конкурс хозяин одного из частных домов в селе Субсех. У него растут редкие для Анапы каштаны с розовыми цветами. Виталий впервые увидел их в Новороссийске. После этого забрал последние шесть деревьев из питомника в Славянске-на-Кубани. Рядом два клена, которые осенью становятся ярко-красными и вместе с каштанами стали местными достопримечательностями. Наша улица называется Цветочная, а зелени было, ну на тот момент, когда я сюда переехал, ну в общем-то маловато. Поэтому я вот решил исправить положение и посадил вот эти прекрасные розовые каштаны к тому, что улица Цветочная, она оправдывала свои наименования. Пускай люди тоже любуются, на самом деле я получаю огромное удовольствие от того, когда они цветут, люди идут мимо, фотографируются, фотографируют мои прекрасные деревья. Вся растительность во дворе – дело рук Виталия, включая цветы в беседке. Полисадник оформлен с таким расчетом, чтобы с ранней весны до октября что-нибудь доцвело. Если появятся призовые деньги, то на них хозяин намерен и дальше облагораживать фасад. В городском управлении организационной работы, где курируют деятельность территориального общественного самоуправления, показывают материалы, присланные на конкурс. Он проводится уже около 10 лет. Владельцы частных подворий получают 25, 20 и 15 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. ТОСы – 130, 110 и 100 тысяч рублей. Деньги идут на дальнейшее благоустройство территории. Прилегающая территория должна быть чистенькая, розы, цветы, аншлаги красивые, ограждение достойное, красивое, озеленение, прилегающая территория в должном порядке должна быть соответствующим, надлежащим, и сам двор должен быть образцово-показательным. Наш город очень красивый, но нам хочется, чтобы он еще стал краше. По словам Ольги Поповой, с каждым годом число участников конкурса растет. В этом году прием заявок закончится 10 августа. После этого начнет работать конкурсная комиссия. Итоги подведут на главной сцене курорта во время празднования Дня города.